На этих картинах пейзажи тех мест, где выросла известная художница Зинаида Серебрякова. В первый день выставки в зале даже не всем хватает места. Любовь сюда привела подруга, давняя поклонница творчества художницы. Женщина говорит, картины, нарисованные на родине Серебряковой, пришлись по вкусу. Это какая-то полетность. Тут не только картина, а тут еще и входишь туда и продолжаешь где-то парить. И в то же время ощущаешь себя на земле, крепко стоящей на ногах. Все выставленные полотна – работа харьковских живописцев. Накануне три десятка художников выехали на родину Серебряковой, в село Нескучное под Харьковом. Один из них Владимир Оглоблин признается, места, уведенные на родине Серебряковой, оставили творческий отпечаток в его душе. Прошло какое-то время, мне снова хочется туда, снова хочется писать. Я вот буквально несколько минут назад туда вернулся. Там удивительно, были такие моменты, ощущения, мне казалось, вот она здесь. Всего во время пленера харьковские живописцы нарисовали более ста пейзажей. И каждый нашел в Нескучном свой индивидуальный источник вдохновения. Туда не то, что можно, а даже нужно ехать за творческим вдохновением, потому что таких мест довольно мало у нас. В Нескучном Зинаида Серебрякова провела годы детства и юности. Однако голода и нищета заставили художницу эмигрировать во Францию на заработки. Советская власть объявила живописицу предателем и врагом народа. Вернуться на родину из-за этого Серебрякова так и не смогла. Зато ее талант оценил весь мир. Сейчас картины художницы выставлены в Лувре и Третьяковской галерее. В Харькове тоже хотят увековечить память живописицы. В этом доме она некоторое время жила и творила. Эту усадьбу организаторы выставки планируют переименовать в музей имени Серебряковой. Мы могли иметь такую коллекцию, понимаете, что к нам бы ездили со всего мира смотреть Серебрякову исключительно. Выезжать на родину Серебрякова организаторы и участники Нескучного пленера хотят каждый год. А увидеть те картины, что художники уже нарисовали, можно будет до конца месяца в Харьковском историческом музее. Валерия Белина, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».